Привет, ребята, это Мэтт Корр и controlpaint.com, и сегодня мы поговорим об основах теории цвета. Вообще, мне кажется, что самый первый и самый важный предмет, касающийся теории цвета, о котором нам нужно поговорить, это понятие гармоничной и сбалансированной цветовой схемы. Если посмотреть на цветовую диаграмму, то станет видно, что цветов масса. Но если использовать все подряд, то изображение не будет сбалансированным, оно будет похоже на радугу. Есть множество техник подбора палитра цветов. Но, в общем, есть несколько основных и очень эффективных и простых цветовых схем, с которых лучше всего начать знакомство с цветом. И первая схема – это родственные цвета. Это самая элементарная схема, и чтобы посмотреть на ее применение, давайте посмотрим на несколько работ Скотта Робертсона. Первый рисунок – это отличный пример схемы родственных цветов. То есть используемые цвета находятся близко друг к другу на цветовом круге. Автор использует множество насыщенных и ненасыщенных цветов. То есть используются более-менее яркие оттенки родственных цветов. Но, по сути, это одни и те же цвета. И в итоге композиция получается гармоничной и привлекательной. Поэтому, если вы только начинаете работать в цвете, то схема родственных цветов – это беспроигрышный вариант. Вот я хочу показать вам еще один пример схемы родственных цветов. На этот раз она намного ярче. И вы видите на ней очень яркий выделяющийся красный тон. Это ключевой цвет изображения. Он отличается от остальных. Кроме того, на этом рисунке множество ненасыщенных голубых, фиолетовых и серых тонов. И еще очень яркий красный тон. Но все равно они очень близки друг к другу на цветовом круге. Поэтому изображение получается гармоничным. Если вы хотите немного расширить свое представление об этой схеме, попробуйте смешать холодный тон с теплым. Если посмотреть на цветовой круг, одна его половина – это теплые тона, а другая – холодные. Следующая цветовая схема – это комплементарная цветовая схема. На этом рисунке, как вы видите, очень много голубого тона. Но на нем также есть насыщенные и ненасыщенные оранжевые цвета. Как вы видите, на цветовом круге голубой и оранжевый находятся друг напротив друга. Именно этот принцип – противоположность – и используется в комплементарной цветовой схеме. Вы выбираете один насыщенный тон, а затем один любой основной нейтральный цвет. И после вам нужно найти противоположный насыщенный тон. Вот так у вас получится комплементарная схема. Одна из причин, по которой цвета на этом рисунке работают так эффективно, это то, что на нем не особо много яркого насыщенного оранжевого тона. На рисунке довольно много воды, обозначенной насыщенными голубыми тонами. Но большая часть катера – она серая. И лишь местами, то тут, то там, видны яркие участки с оранжевым тоном. То есть, если вы просто выберете оранжевый и голубой для цветовой схемы, то не факт, что такая схема получится удачной. Вам также нужно найти гармоничный баланс между насыщенными и ненасыщенными оттенками. И, как правило, вам нужно в основном работать с ненасыщенными тонами, добавляя яркие тона лишь слегка, то тут, то там. В будущем мы поговорим с вами о различных цветовых схемах. Но, смотря на эти два изображения, вы можете заметить, что даже комплементарная схема голубой-оранжевый может означать множество различных вещей. И когда вы будете работать с собственными цветовыми схемами, будьте умерены. Старайтесь вставлять самые яркие тона в центр композиции, и это поможет привлечь к нему внимание зрителя. Но если цвета будут яркими повсюду, то изображение получится пестрым и невыразительным. Все увиденными ранее рисунки созданы художником Скоттом Робертсоном. И если вы ищете рисунки для собственного вдохновения, обратите внимание на его работы. Вы также можете найти его работы на сайте cargocollective.com или же вы можете купить одного из его книг. Эти книги – отличный материал для того, чтобы найти вдохновение и идеи для собственных работ. У меня у самого стоит пара книг на полке, и я время от времени пролистываю их, если мне нужны идеи для крутых объектов в индустриальном стиле. К тому же у этого автора скоро выходит новая книга, и она называется «Бласт». И она тоже обещает получиться очень крутой. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!